Спасибо большое, спасибо. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Я надеюсь, все прекрасно слышно и видно. И сегодня мы будем с вами говорить на очень интересную тему, которая звучит следующим образом. Роль игры в формировании языковой картины мира ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. Постараемся затронуть очень актуальные вопросы. И я надеюсь, что наш вебинар будет таким содержательным. Так, сначала вот что мне хочется, чтобы вы сделали. Вот вы здесь видите слово «игра». Я думаю, что у вас у всех есть на вашем столе листочек, может быть, ручка или карандаш. Вот очень хочется, чтобы вы немножечко подумали, буквально минуточку, да, и написали 3, 4, 5 слов, связанных с игрой. То есть какие ассоциации у вас возникают со словом «игра»? Подумайте и напишите. У кого нет под рукой листочка, нет ручки, можно сделать это в чате. То есть все, что вам приходит в голову, да, все те мысли, все те слова, которые связаны с игрой. Вот буквально 3-5 слов, которые связаны со словом «игра». Так, к этому мы сегодня еще вернемся. Подумайте, запишите, настройтесь на разговор и как-то вот обозначьте, да, что есть игра в вашем восприятии, в вашем понимании, что есть игра, связанная с вашими ассоциациями. Замечательно. Да, кто-то в чате пишет. Хорошо. Так, пишите, думайте, а я дальше продолжу. Конечно же, хочется остановиться на самом слове «игра», что оно означает, да, как оно интерпретируется в толком словаре русского языка Сергея Ивановича Ожикова. Слово «игра» является многозначным. Первое значение, оно соотносится с глаголом «играть». Соотносится с глаголом «играть», что значит «резвясь», «развлекаться», «забавляться» чем-нибудь. Второе значение – занятие, служащее для развлечения, отдыха, спортивного соревнования. И третье значение – комплект предметов для такого занятия. Именно в таком аспекте мы рассматриваем игру как основной вид деятельности детей дошкольного возраста, как ведущий вид деятельности для детей дошкольного возраста. И дальше, в младшем школьном возрасте у нас основным видом деятельности становится учебная, но игра все так же должна сопровождать ребенка. И если мы с вами задумаемся, вот я смотрю на ваши ответы, да, вы отвечаете, вот «приключения», «азарт», «радость», «легкость», «успех», «радость», «логика», «мышление», «развитие», «общение», «эмоции», «познание». В силу вашего возраста здесь вот я вижу в основном имена существительные, есть среди них абстрактные, да, которые дают такую качественную характеристику уже этому явлению. Вот это тоже не случайно, потому что с позиции своего возраста вы оцениваете, да, игру. Да, вижу мышление, развитие эмоций, замечательно. Но я думаю, что на своих листочках вы тоже написали эти три-пять слов, те ассоциации определенные, которые вам пришли в голову. Чуть позже я еще вернусь к этому, и мы с вами поговорим над темой ассоциаций. Вот, но так или иначе, игра сопровождает нас на протяжении всей жизни, на протяжении всей жизни. И это не случайно. Мне хочется остановиться немножечко на теории, на теоретическом аспекте, что по этому поводу говорят в психологии, в педагогике, да, известные ученые, что, как они интерпретируют это явление. Детская игра имеет универсальный и вместе с тем целостно-органический характер. Ребенок в игре живет всем своим существом, действует разносторонне, а не только одним умом или мускулами. Игра есть явление очень сложное, одновременно физическое и психическое. Или, например, известный ученый, да, психолог Эль Конин, эта фамилия нам знакома, говорил следующее. Игра – это ориентация ребенка в самых общих, самых фундаментальных смыслах человеческой деятельности. То есть это некая деятельность. Далее. Современные ученые, ученые 21 века, Козлова и Куликова, так высказываются об игре. Игра – это неопъемлемая часть человеческой культуры. Игры отличаются по своему содержанию не только в зависимости от исторической эпохи, но и у детей, живущих в одно время, но в разных культурных, экономических, географических условиях. Здесь очень глубокие мысли высказывают авторы, поскольку, посмотрите, игра – это часть человеческой культуры. Да, это так. И в зависимости от исторической эпохи меняется игра. И мы сегодня с вами тоже проследим и посмотрим на эти аспекты. И, безусловно, игры, они различны у детей, живущих в одно и то же время, но в разных культурных, экономических, географических условиях. То есть очень четкое определение, такое емкое. И я считаю, что оно отражает именно суть игры, вообще как процесса игры. Игра, безусловно, способствует психическому развитию ребенка. По мере его взросления расширяется осознаваемый им мир. Возникает потребность в освоении деятельности, характерной для взрослых. Поэтому ребенок подражает им. Именно в процессе игры ребенок действует самостоятельно, свободно выражая свое желание, представление, чувство. Исследования психологов и педагогов. Среди них вы видите Льва Семеновича Вгоцкого, Жуковского, Леонтьева, Ушинского, Эль Конина. И здесь можно перечислить еще ряд других известных психологов и педагогов. Так вот, их исследования доказывают, что игра способствует расширению кругозора ребенка. И вот здесь мы в ваших ответах это видим, в ваших ассоциациях. Развитие образного мышления, воображения, речи. В ваших ответах опять же мы видим такие реакции. Формирование интересов ребенка. То есть это очень важно. Происходит формирование интересов ребенка. Игра как неотъемлемая часть мира ребенка не только способствует познанию им окружающей действительности, но и готовит его к вхождению в мир взрослых. Формирует социально-ролевые отношения, мировоззрение и психологические особенности личности. То есть это очень важный этап в жизни ребенка. Очень важный этап в жизни ребенка. Я думаю, что в силу уже своего возраста вы вспоминайте свое детство. Вспоминайте те игры, в которые вы играли, да, уважаемые коллеги. Вспоминайте те игрушки, с которыми вы играли. Любимую игрушку, да. Почему она любимая? Какие-то воспоминания, связанные с ней. А может быть, у вас есть те игрушки, которые вы до сих пор храните, да. Почему вы их храните? Почему они так дороги вам? Все это, наверное, не случайно. Еще немножко теории, поскольку в теме у нас заявлено, да, игра именно в языковой картине мира ребенка. Термин картина мира, он очень актуален, восходит к физике. Именно там он появился. Но картина мира, языковая картина мира, этот термин очень глубоко сейчас рассматривается и в социальной лингвистике, и в когнитивной лингвистике. И картина мира – это некое мировоззрение. А языковая картина мира ребенка, именно о ней мы с вами говорим, отражает при помощи единиц языка определенный способ восприятия, видения, осмысления окружающего мира в соответствии с его опытом и возрастом. То есть с течением времени, да, мы с вами живем, и наша картина мира, и в том числе языковая картина мира, она наполняется, она расширяется, она меняется, безусловно. И языковая картина мира, она зависит от возраста человека в том числе. Есть гендерная картина мира. Но сейчас мы говорим о языковой картине мира ребенка. Иногда говорят детская языковая картина мира. То есть какая она, каково восприятие мировидения, мировосприятие ребенком, да, всей этой действительности, которую его окружают через язык, с помощью языка. Вот в таком контексте мы с вами будем понимать данный термин. Очень актуально. Следующий аспект, о котором мне хотелось бы с вами поговорить, на котором хотелось бы остановиться, это классификация игр. Дело в том, что в 21 веке, несмотря на то, что существует очень много исследований в области педагогики, психологии, методики, да, уважаемые коллеги, но на сегодняшний день нет единой классификации игр. Нет единой классификации игр. Это тоже не случайно. То есть вопрос дискуссионный, вопрос открытый, вопрос спорный. Вы здесь видите ряд авторов. Это далеко не полный перечень всех авторов, которые предлагают свою классификацию игр. Здесь и Венгер, и Гросс, и Крупская, и Краткова, Новоселова, да, и многие другие. Но вот здесь я вам предлагаю, да, сделать вот такую выборку, такую обобщенную классификацию игр. То есть как мы можем это интерпретировать, как это мы можем представить. Ну, я еще раз говорю, что она такая вот, не являющаяся такой вот точкой, да, не являющаяся такой точкой, потому что этот вопрос открыт. Итак, классификация игр. Игры различают по целям проведения. По целям проведения они могут быть следующими. Обучающие, тестовые, тренинговые, развивающие, развлекательные, азартные. Ну, азартные игры, если мы очень сильно ими увлекаемся, да, с самого детства кто-то и на протяжении всей жизни не может остановиться. Там примеров много, в том числе и среди великих людей. Например, Федор Иванович Достоевский, да, очень любил азартные игры, был игроком, игроманом. Игроман, у нас такое слово существует, да, игромания. Далее, по месту и условиям проведения игры бывают подвижные на открытом воздухе, комнатные, компьютерные. Компьютерные игры сейчас они очень актуальны. И с одной стороны, да, это развитие, но мы тоже об этом скажем, да, чуть позже. А с другой стороны, это беда, беда 21 века, да, то есть здесь возникают определенные проблемы, определенные проблемы с компьютерными играми. Далее, физические и психологические игры. Здесь выделяют двигательные, то есть спортивные, подвижные. Вот очень интересные экстатические игры, что значит в переводе с греческого восхищение. Это танцы игры. Игры-танцы, они актуальны не только для учащихся или детей дошкольного возраста, но и нам, взрослым, они будут очень интересны, с удовольствием мы примем участие в играх-танцах. Освобождающие игры, это, например, пантомима, пародирование, фокусы, это могут быть лечебные игры, психотерапевтические игры, то есть направленность абсолютно различная. Следующий аспект – интеллектуально-творческие игры, вот как вы записали, да, развивать мышление, развивать кругозор, это об этом. Это дидактические игры, музыкально-дидактические, и, конечно же, компьютерные игры. Социальные игры. Ролевые, сюжетно-ролевые, театрализованные, деловые. Вот если обращаться к истории, то, конечно же, раньше, да, в богатых домах были свои собственные театры. И вот такие вот театрализованные игры, представления, они были очень популярны во многих домах прошлого, прошлых веков, да, нужно так сказать. Далее. Комплексные игры, ритмические, хороводные, музыкальные, игровые забавы, шутки, аттракционы. Вот здесь вот вы видите, да, в самих названиях, здесь, конечно, уже фольклор, здесь уже народное творчество. И вот те, неважно, да, какого народа игры, но народные игры, это и есть наша культура, это и есть наша история, это всегда интересно, это развитие и это традиции, определенные традиции, они нам интересны в любом возрасте. Я думаю, что вы со мной согласитесь. То есть классификация игр, она, этот вопрос открыт, классификация игр, вы можете ее встретить, разнообразная, да, разнообразная классификация игр предлагается нам. Далее. Каковы же функции игры? Функция – это роль, работа, назначение. Функций на самом деле очень много. Вот на некоторых из них мы с вами очень подробно остановимся, коллеги. Во-первых, это социокультурное назначение игры. Что это значит? Социокультурный смысл национальной игры в том, что она формирует типовые навыки социального поведения, специфические системы ценностей, то есть некий аксиологический аспект, ценностный аспект, ориентацию на групповые или индивидуальные действия, развивать схожие этнические характеры, стереотипы поведения в человеческих общностях. Поэтому мы говорим «социообщество», «социокультурный контекст». То есть игры, они глубоко национальны, глубоко национальны. Далее. Следующий и второй аспект – функция межнациональной коммуникации. Игры национальны и в то же время интернациональны, межнациональны, общечеловечны. Игры хранят этнокультуру, они являются мировым банком вечных духовных ценностей. То есть посмотрите, вот то определение, которое я озвучил вначале, то есть именно культурологическая составляющая игры, это очень важно, то есть это основа игры. Функция самореализации ребенка в игре как полигоне человеческой практики, то есть именно там он получает первые навыки, ребенок получает первые навыки. Игра важна как сфера реализации себя как человека, как личности. Ребенку важен сам процесс игры, а не ее результат. Процесс игры, хотя результат тоже важен во многих играх, но сам процесс игры, он намного важнее. Процесс игры – это пространство самореализации. То есть у нас должно быть детство, и там мы должны обязательно играть. Для того, чтобы происходило полноценное становление личности и языковой личности в том числе. Следующие функции игры – это, конечно же, вот как вы написали, общение, да, в своих ассоциациях это общение. Коммуникативная функция игры, потому что человек – это социальное существо, и нам комфортно в социуме, и без социума мы не можем. Поэтому коммуникативная функция игры, что это такое? Любое игровое общество – это коллектив, который выступает применительно каждому игроку, как организующее и коммуникативное начало, имеющее огромное количество коммуникативных связей. То есть в процессе игры происходит коммуникация, процесс взаимодействия, межличностные отношения формируются, и, безусловно, что очень важно, происходит развитие речи ребёнка. Диагностическая функция игры – ребёнок сам в игре проверяет или самодиагностирует свои силы, возможности, свободных действий, самовыражается. Игра пробуждает его к самопознанию и одновременно создаёт условия внутренней активности личности. Игра наиболее объективна, выявляет ресурсы интеллекта, двигательный потенциал, творческие задатки и характер, качество межличностных отношений детей друг с другом. Идём дальше. Игра терапевтическая функция игры – это значит что? Это лечение игрой. Серьёзная перспектива лечебной педагогики, то есть это очень важно, да, именно лечебная педагогика занимается игрой, терапевтической игрой, и обычной педагогикой, так как игра может быть и должна быть использована для преодоления различных трудностей, возникающих у ребёнка в поведении, в общении с окружающими, в учении. Функция коррекции в игре – это психологическая коррекция. То есть психологическая коррекция – есть внесение позитивных изменений, дополнений в гибкую структуру личностных показателей индивида. До пяти лет у нас, в общем-то, идёт воспитание ребёнка, и здесь всё очень гибкое, да, всё очень подвижное, мы можем всё это моделировать. Процесс коррекции в игре происходит естественно, если все дети усвоили фабулу, сюжет и правила игры, если каждый участник игры хорошо знает не только свою роль, но и роль своих партнёров, если процесс и цель игры объединяет детей, то всё это создаёт условия согласованности действий, да, то, безусловно, конечно, коррекция, функция коррекции в игре, она реализуется максимально. Следующая функция – развлекательная функция игры и к ней мы очень часто прибегаем именно вот для, с этой целью, да, для реализации этой функции, мы очень часто прибегаем к игре не только в дошкольном возрасте, в младшем школьном возрасте, но и в более старшем возрасте, и даже будучи взрослыми. То есть она связана с созданием определённого комфорта, благоприятной атмосферы, душевной радости, что так необходимо каждому человеку, как защитных механизмов, то есть стабилизации личности, реализации уровней её притязаний. Таким образом, да, мы увидели, что функции игры, они разнообразны, они многообразны, я бы даже сказала. Следующий аспект, к которому мне хотелось бы обратиться, это изображение игры и игрушек в автобиографических повестях о детстве. То есть как нам окунуться, так скажем, да, в прошлое, как нам увидеть то, с какими игрушками и в какие игры играли наши предки. И вот в этом нам очень хорошо может помочь художественная литература, а именно автобиографическая литература о ребёнке, о детстве. И вот здесь в хронологии я расположила книги, я надеюсь, коллеги, вы с ними знакомы, и может быть, какие-то из этих произведений вам близки, и вы с удовольствием их перечитываете, да, или читали когда-то. Это «Детские годы Багрова внука». Автором произведений является Сергей Тимофеевич Аксаков. Долгий, который провёл детство в Башкортостане, и в Уфе есть дом-музея Аксакова, да, да, прекрасно. Вот, вижу вашу реакцию, спасибо. Далее, это, конечно же, Николай Гарин-Михайловский, его известное произведение «Детство Тёмы», Алексей Николаевич Толстой «Детство Никиты», и, конечно же, Виктор Петрович Астафьев «Последний поклон». Но из этой книги есть такой известный всем рассказ, он изучается и в школьной программе «Конь с розовой гривой». Вот, и посмотрите, то есть я взяла автобиографические повести о детстве, о ребёнке, то есть будучи уже взрослыми, писатели обращаются к своему детству. Это книги о благополучном детстве. У нас есть разное детство в литературе, есть негативное, но здесь вот в идеале, то есть такое, какое оно должно быть, то есть такая семья, которая должна быть, именно любовь, именно то детство, такое светлое, именно наполненное любовью, то, каким оно должно быть, это детство, вот именно таким оно изображено в этих книгах. Хотя, например, у Астафьева там уже военные годы, и вот этот голод, да, тем не менее, он был окружён любовью в своих дедушки и бабушки. И вот здесь мы видим конец XVIII века, XIX начало, вторая половина XIX века, и уже Астафьев это XX век. То есть некая динамика, да, некая динамика. Вот обращаясь к этим произведениям, можно последить за тем, как играли и во что играли дети того времени, с какими игрушками они играли. Давайте несколько примеров рассмотрим. Вот. Ну, здесь я сама, значит, выделила несколько групп, то есть такую классификацию провела с опорой на произведения. И вот, например, сюжетно-ролевые игры, да, мы обращаемся к книге «Детские годы Бобру внука» Сергея Тимофеевича Аксакова, и вот я вам процитирую вот этот фрагмент из книги. «Самая любимая её игра была игра в гости. Мы садились по разным углам. Я брал к себе одну или две из её кукол, с которыми приезжали в гости к сестрице, то есть переходили из одного угла в другой. У сестрицы всегда было несколько кукол, которые все назывались её дочками или племянницами. Тут было много разговоров и угощений. Я рассказывала, что у меня в доме был пожар, что я выпрыгнул с двумя детьми из окошка, то есть с двумя куклами, которых держал в руках, или что на меня напали разводники. И я их победил». Вот, это маленький Серёжа играет со своей младшей сестрёнкой. Здесь он лидер, она ведомая. Здесь мы видим и элементы фантазии, воображения. Они изображают те ситуации, проигрывают те ситуации, которые видят вокруг, да, и называют. Вот эти ролевые игры мы видим здесь. И, безусловно, здесь игрушки в некотором смысле, как бы даже элементы какого-то интерьера, да, какие-то декорации. А сами дети эти – это актёры, актёры первого плана. Ещё очень интересное размышление, то есть это же автобиографические повести о детстве. Будучи уже взрослыми людьми, писатели вспоминают о своём детстве, да, и вот в книге «Детство Тёмы» есть очень интересный эпизод, в котором маленький герой размышляет о детях и взрослых, об их отношении к игре. То есть в течение времени у нас меняются отношения к игре. Почему это происходит? За этими словами скрывает сам автор. И вот я тоже цитирую, да, Гарина Михайловского. Если его позвать играть с нами, рассуждают они, он не пойдёт. Это им, детям весело, а большие не любят играть. Как скучно большим жить. Ничего они не любят. Ни бабок, ни пуговиц, ни меча. И он будет большой, и он ничего этого не будет любить. Скучно будет. Нет, он будет любить. Он условится вот с Яшкой, Геройской, Колькой, чтобы всегда любить играть. И будет им всегда весело. Нет, не будет. Он тоже разлюбит. Нет, не разлюбит. И ни за что не разлюбит. То есть вот он здесь, посмотрите, да, он рассуждает о том, когда он вырастет, будет ли он играть, будут ли они играть. И он считает, что детям весело, а большие не любят играть, поэтому им скучно в жизни. Очень интересное рассуждение. Вот здесь вот видно, как меняется картина мира, да, ребенка и взрослого человека. Его отношение к игре в данном случае. И это видно, как это отражается именно на картине мира. Ну вот здесь название игр, да, то есть играли в пуговицы, вот подручный материал, придумывали игры, фантазия работала, мяч обязательно, это даже было роскошью в то время. И бабки. Бабки – это такие суставы, ног животных, то есть косточки. Косточки. Вот играли в эти бабки. То есть это вот разные игры придумывали с подручным материалом, ну, в силу того, что было такое время. Идем дальше. 20 век. И замечательное произведение Виктора Петровича Астафьева «Последний поклон». «Последний поклон». В процессе игры происходит социализация ребенка, да, это так, его взросление, адаптация ко взрослой жизни. Не случайно именно с описания детских игр начинается повествование второй книги Виктора Петровича Астафьева «Последний поклон». Замечательное произведение. Это своеобразный переход от беззаботного счастливого детства ко взрослой суровой жизни. И вот тоже очень интересный эпизод. Я его процитирую. Астафьев пишет. «Таково ли свойство детства, что оно кажется сплошной игрой? Или на самом деле мы в детстве так много играли, что нам не хватало дня, и мы прихватывали вечера, порой и ночи? Их было много. Тех далеких деревенских игр. И все они, будь то игра в бабки, чижика, в салону, в лапту, в городки, в свайку, в прятки, требовали силы, ловкости, терпения. Существовали игры совсем уже суровые, как бы испытывающие, вступающего в жизнь человека на крепкость, стойкость, излом. Литературно выражаясь, игры были предисловием к будущей жизни, слепком с нее, пусть необожженным еще в горниле бытия, но в чем-то уже ее предваряющим. И поныне, когда я вспоминаю игры детства, вздрагивает и сильнее бьется мое сердце, обмирает нутро от знобяще восторженного предчувствия победы, которая непременно следовала. Если не следовало, то ожидалось в конце всякой игры. Вот. То есть здесь уже ребенок играет, мы видим очень много названий игр, да, но здесь есть уже желание победить, есть некий результат игры. Здесь наши герои уже в таком младшем школьном возрасте, вот, от 8 до 13 лет описывается вот этот период жизни. Я думаю, что вы, наверное, со мной согласитесь, уважаемые коллеги, вот этот эпизод очень четко определяет с точки зрения, наверное, художественной, что есть игра с человеческой, что есть игра и как она помогает человеку, именно маленькому человеку, ребенку, да, адаптироваться ко взрослой жизни, то есть помогает ему переходить в эту взрослую жизнь. Вот. Очень интересно и емко. И далее, вот, говоря о динамике, да, игры и игрушках, мне хочется остановиться тоже на следующем аспекте. Как играли, какой была игра в прошлом, мы можем узнать из рассказов наших предков, да, и, конечно же, из художественной литературы, в первую очередь, автобиографической. Но для того, чтобы посмотреть на игру, на этот процесс, на восприятие игры, игрушек в современном мире, как раз-таки нам поможет свободный ассоциативный эксперимент. Что это такое? В самом начале вебинара я вам дала слово «игра», и вы записали пришедшие вам в голову, первые пришедшие в голову слова реакции на слово «игра». У кого-то их получилось два, у кого-то три, у кого-то пять, у кого-то больше. Вот то же самое я провела с детьми определенного возраста, я провела детей восьми, девяти лет, и предложила тоже им написать ассоциации к слову «игра». И мне получилось ассоциативное поле этой лексимы. Я обратилась, обычно для такой достоверности эксперимента нужно брать не менее ста респондентов, то есть не менее ста испытуемых. И вот посмотрите, пожалуйста, это у нас 2014 год, то есть в этом году я проводила такое исследование, то есть прошло у нас уже восемь лет, картина, конечно, будет меняться, и я гипотезу сейчас свою выдвину, я думаю, вы со мной согласитесь. Вот посмотрите, то есть я посчитала, посмотрела, да, качественную обработку, количественную обработку данных провела, и вот что получилось. То есть получилось 10 тематических групп, посмотрите, на первом месте это процесс игры, 68% она занимает, развлечение, забава, 54%, компьютерные игры, 52%, игрушки, предметы игры, 39%, интеллектуальные игры, 34%, спортивные игры, 24%, характеризация игры, то есть вот у вас, кстати, много было реакции, именно характеризация игры, то есть как вы ее характеризуете, какие эмоции она вызывает, да, в основном у вас все положительное было, положительные, именно не в основном, а положительные эмоции я видела в ваших реакциях, характеризация игры, сюжетно-ролевые игры, строительные игры, вот строительные игры, сюжетно-ролевые игры, почему уже в меньшей степени, это тоже закономерно, потому что дети 8-9 лет, постепенно меняются у нас сами игры и функции игры. Просмотр телевизионных передач и мультфильмов, посмотрите, всего 4%, но, вот сейчас я смею предположить, это, в общем-то, 8 лет назад, да, если сейчас мы проведем с вами исследование, гипотезу мы можем с вами выделить, я думаю, что она оправдается, все-таки компьютерные игры и просмотр телевизионных передач и мультфильмов будет процент у нас гораздо больше, я думаю, что коллеги, вы со мной согласитесь, потому что тенденции, они очевидны, техногенный фактор, он дает о себе знать, да, и вот давайте немножечко посмотрим в сопоставлении, да, такая тематическая группа ТГ, это тематическая группа, игрушки, предметы, игры, что было у Аксакова, Гарина Михайловского, Толстого, Остахева в детстве, да, то есть через призму из произведений, и ответы наших респондентов, детей 21 века, того же возраста, что и герои книг, это очень важно для того, чтобы картина мира была как бы объективной, да, объективной, посмотрите, пожалуйста, итак, Аксаков, Сергей Тимофеевич Аксаков, да, какие там у нас слова и словосочетания, игрушка, кукла, небольшие гладкие шарики, то есть ребенок любил играть на реке белой, да, 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 именно так, именно так, вот я вижу здесь реакции, да, вот, и очень много эпизодов описывается в этой книге, как они блинали камушки, то есть кидали в воду постоянно, игра была с песком, с камушками, вот с таким природным материалом, то есть это было естественно, чурочки, кусочки дерева, да, видите, кусочки дерева, камешки, чертовые пальцы, так тоже называли, камни, штуфы, детские игрушки, Гарри Михайловский, здесь уже кинжал в бархатной оправе, который подарил Теме отец, камни, опять же, камешки, лук, который он сам смастерил, костяшки для игры в пуговки, пуговицы использовали активно бабки, как я уже сказала, это кости, нитка, мяч, то есть из нитки там делали они разные вот игрушки, мяч, орехи, все это шло в игру волчок, медные пуговки, то есть все это было ценным для детей у ушедшей эпохи. Алексей Николаевич Толстой, посмотрите, какие здесь мы встречаем игры и игрушки, само слово игрушка, коробочка, картиночки, вот такие уменьшительные лоскальтные суффиксы, как бы в речи детей карты, азартные игры были, перочинный ножик с 12 лезвиями, это огромнейшая ценность, перочинный ножик с 4 лезвиями, свинчатка, бабка. Виктор Петрович Астафьев, это уже начало у нас 20 век, да, уже 20 век, Астафьев, одноногая кукла, обратите внимание, но здесь вот сама эпоха, да, поэтому игрушки такие, ребенок из деревенской среды, бабушка с дедушкой воспитывали, и особо игрушек-то не было в его детстве, поэтому одноногая кукла, без носа собака-копилка, побрякушки, конь без хвоста игривая, вот обратите внимание, да, с расковыренными ноздрями, камни, камешки, рогатка. Вот какие-то слова уже повторяются, и мы видим эту эпоху. И эта тематическая группа, вот по результатам свободного ассоциативного эксперимента, вот именно в языковой картине мира современных детей, она включает такие реакции, как мяч, кукла, погремушка, мишка, крокодил, слоник, плюшевый медведь, машинка, пистолет, автомат, самолет, робот, юла, заплетайка, то есть 39% от общего числа реакций. Ну, есть некоторые такие пересечения, но мы видим, что игрушки, они меняются, да, по реакциям детей это видно, то есть эпоха, как мы уже сказали, и игрушки, да, это все, в общем-то, закономерно. Далее, результаты проведенного нами эксперимента свидетельствуют о том, что такая группа, как развлечение и забава, она тоже достаточно широко представлена в языковой картине мира современных детей, и вот здесь интересные слова реакции, такие как жмурки, прятки, туки-туки, чай-чай-выручай, догонялки, сталки, вышеножки, море волнуется, казаки-разбойники, вышибалки, чехарда, бутылочка, мега-твистер, молчанка, снежки, кататься на санках, карты, боулинг, батут. То есть, в общем-то, все очень разнообразно, и замечательно, что очень много подвижных игр, это всегда хорошо, потому что сейчас у нас есть определенные проблемы, да, со здоровьем у детей, в том числе и со зрением, и с лишним весом, потому что игры, подвижные игры, это важная составляющая правильного физического развития детей. Так, да, я вот здесь смотрю. Хорошо. Дальше. Компьютерные игры. 52%, ну, как я уже сказала, что, наверное, этот процент растет, и даже если мы просто в поисковике Яндекс создадим слово «игра», нам в первую очередь предлагают именно компьютерные игры. Вот я сама так, ну, как бы заходила, смотрела, вот это, в общем-то, удивляет, конечно. И здесь, посмотрите, конечно, да, это только в реакциях, да, современного ребенка мы видим, и вот здесь, например, Майнкрафт, Контра, Варфейс, Контра-страйк, Человек-паук, Кот в сапогах, Тачки, Тачки-2, Тачки-онлайн, Перестрелка, Зомби, посмотрите сами названия, да, то есть направленность игр, о чем они, Звездные войны, Стратегия, Магическая кухня, Монстры, Гонки, Война онлайн, Сокровища пиратов, Бой с тенью, Кот против мыши онлайн, то есть вот сама направленность, да, в основном-то какие-то стрелялки, да, вот, это тоже должно нас настораживать, безусловно, взрослых людей, потому что именно мы корректируем, корректируем поведение и выбор ребенка, да, до определенного возраста, безусловно, вообще воспитание до 5 лет идет, до 14 лет идет небольшая корректировка, поэтому вот до 5 лет, то, что мы вкладываем, это есть основа, на которой зиждется весь процесс воспитания, да, и компьютерные игры, это, безусловно, хорошо, когда они со смыслом, и когда сам ребенок уже начинает создавать и придумывать какие-то компьютерные игры, то есть именно мышление у него в этом ключе работает, да, вот, но это все хорошо в меру и правильно. Дальше, интеллектуальные игры тоже очень радуют, что здесь, посмотрите, какие реакции у современных детей, у детей 21 века, и шашки, и шахматы, и домино, и лото, и пазлы, кубик-рубик, морской бой, мозаика, нарды, пятнашки, вот здесь, понимаете, опять-таки, очень важна роль семьи в играх, здорово, когда есть семейные игры, есть семейные традиции, вот, например, если обращаться к таким великим людям, допустим, я называю Анатолий Евгеньевич Карпов или Гарри Кимович Каспаров, вы сразу скажете, да, это великие шахматисты, великие шахматисты, а кто их привел к шахматам, и во сколько лет, уже в пять лет они начали играть дома, в семье, то есть родители, именно родители у Каспарова, оба, и мама, и папа играли в шахматы, ребенок это видел, то есть, именно родители привили эту любовь к шахматам, потом они стали такими гениальными шахматистами, известными во всем мире, поэтому замечательно, если у нас сохраняются такие семейные традиции, об этом нужно говорить, и самим нужно это делать, в своих семьях, и об этом нужно говорить с родителями на собраниях, о том, что должны быть совместные игры, шашки, прекрасно, шахматы, домино, лото, вот пазлы вместе собирать, да, мозаика, замечательно, нарды, это игры, в которые мы можем играть в любом возрасте, если мы играем с семьей, то же самое лото, это замечательно, это сближает, как и семейное чтение, так и игры, это должно быть, это традиции, которые идут из семьи, дальше, спортивные игры, это очень, опять-таки, важно для нас, для сохранения здоровья, спортивные игры, они нас привлекают, наверное, на протяжении всей нашей жизни, с удовольствием, и сейчас мы с вами в них поиграем, так вот, например, у Астафьева, это лапта, вообще лапта, это народная игра, в которую играли и от мала до велика, да, все, что мы видим у современных детей, вот 24%, это не так много, это настораживает, но мы здесь видим скейтборд, мы видим футбол, волейбол, пионер-гол, баскетбол, хоккей, теннис, бадминтон, лыжи, велосипед, ролики, то есть спортивные игры и атрибуты игры в языковой картине мира современных детей, безусловно, они присутствуют. Следующий момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это, конечно же, народные игры, их очень много, народные игры, пусть это будут игры любого абсолютно народа, но здесь я обратилась к русским народным играм, потому что это и культурологическая составляющая, это и традиции, и не только, например, горелки с платочком, цели, развивать у детей умение действовать по сигналу, упражнять в беге, да, с одной стороны это так, но не только, посмотрите, игроки стоят парами, то есть условия игры такие незамысловатые, очень простые, игроки стоят парами, друг с другом, впереди водящий, он держит руки, над головой платочек, и все хором, детки, да, кричат, гори, гори, ясно, чтобы не погасло, посмотри на небо, птички летят, колокольчики звенят, раз, два, три, последняя пара беги, дети последней пары бегут вдоль колонны, один справа, другой слева, тот, кто добежал до водящего первого, берет у него платочек, и встает с ним впереди колонны, а опоздавший горит, то есть водит, то есть условия игры вроде бы простые, да, но, коллеги, посмотрите, во-первых, стоят парами, уже есть взаимодействие, групповое взаимодействие, есть коммуникация, дальше, посмотрите, как они, во-первых, здесь и реакция, здесь и бег, да, здесь и скорость, дальше, вот, обязательно, русские народные, вот такие вот, игры, они сопровождаются какими-то, скороговорками, припевками, песнями, чистоговорками, да, то есть это все развивает нашу речь, развивает память, развивает навыки, да, коммуникации, вот, и, естественно, создает настроение, создает настроение, что очень важно, потому что эмоциональная сфера, которую мы тоже развиваем в игре, это очень важно, эмоциональный комфорт, вот, игр очень много, давайте еще посмотрим, горелки с платочком, например, да, обязательно в них нужно играть, не только на праздники, да, например, какие-то матленицы, Рождество и так далее, это нужно обязательно, эти игры нужно проводить всегда, и на свежем воздухе, в детском саду особенно, например, вот летит, не летит, да, задачи, то есть развивать выдержку прежде всего, упражнять детей в прыжках на двух ногах, беге в различных направлениях, вот описание, то есть все становятся в круг, тара-бара, домой пора, ребят кормить, телят поить, коров дает, тебе, тебе водить, выбирается ведущий, то есть здесь уже какие-то лидерские, да, качества тоже, в том числе развиваются, и дальше, ведущий называет птиц, зверей, насекомых, цветы, и так далее, при назывании летающего объекта, все игроки подпрыгивают, если назван объект не летающий, они стоят на месте, правила игры, прыгать можно только, если назван летающий объект, варианты, вместо прыжков можно использовать бег, а можно чередовать, то есть бег и прыжки, с одной стороны, с одной стороны, да, это народная игра, она воспитывает внимательность, опять же, опять же, да, мы что-то проговариваем, развиваем речь, и здесь, что очень хорошо, посмотрите, ведущий называет птиц, зверей, насекомых, цветы, то есть это наименование из мира фауны, из мира флоры, мы опять же развиваем свой лексикон, и мы развиваем свою картину мира, да, языковую картину мира, и на внимательность, да, и дальше подвижность, что очень важно, надо двигаться, как можно больше двигаться, потому что движение, это жизнь проявляет себя, то есть развивать вот эту физическую активность, раннего детства, игр, игр народных, их очень много, они все продуманы, и многие из них, они именно групповые, да, они направлены на взаимодействие, на созидание, на такое эмоциональное, эмоциональную отзывчивость, поэтому это мудрость народа, и обязательно нужно обращаться к этим играм, не только в детском саду, не только в школе, но и, когда мы просто компанией на природе, в эти игры нужно играть, и нужно это показывать детям, потому что это есть ваша модель поведения, модель вашей семьи, то есть то, что вы привили ребенку, то, что вы показали на собственном примере, и он будет играть, нужно просто увлечь и показать, и он будет знать, что так можно, и он будет знать, как проводить время, когда собственно организовывают, да, здесь огромная роль родителей, безусловно, и значение подвижных игр, да, разумируя то, что вот я сказала, безусловно, подвижные игры, они необходимы человеку, потому что происходит здесь что? Совершенствование физических способностей ребенка, сейчас существует очень много таких наблюдений, и ученые, врачи, психологи, да, вообще медики говорят о том, что вот мускулатура ребенка не развивается должным образом, потому что ведь очень важно правильное развитие мускулатуры, вот, и здесь три категории детей выделяют, то есть есть определенные сложности, когда ребенок, его мускулатура не развито должным образом, да, в определенном возрасте, поэтому здесь тоже есть определенные проблемы, которые потом будут сказываться на здоровье, поэтому подвижные игры, это и совершенствование физических способностей ребенка, и укрепление здоровья, и повышение защитных сил организма, это укрепление нервной системы, это создание условий для положительного психоэмоционального состояния детей, развитие психических качеств, таких как внимания, память, воображение, самостоятельность, инициативность, то есть умение принимать решения, да, умение вести себя в определенной ситуации, и, конечно же, воспитание и формирование личностных качеств. Подвижные игры необходимы в любом возрасте, даже мы сейчас, уважаемые коллеги, думаю, с удовольствием бы с вами сыграли, если бы были на природе, например, да, и у нас был бы в руках мяч, или еще какой-то атрибут игры. С удовольствием. Особое внимание, конечно же, занимают игры с песком и водой, и их нужно начинать как можно раньше. Если мы с вами обратимся к истории, то все это было естественно, то есть выходили к водоему, где есть песок, где есть камушки, о чем мы сегодня уже с вами говорили. И ребенок играл с водой, и ребенок играл с песком, он что-то строил, что-то созидал. Сейчас, ни для кого не секрет, современные дети мало рисуют, дома, должны уже дома прививать эту любовь к рисованию, да, интерес к рисованию, то есть мало рисуют, мало играют с конструктором, мозаикой, мало лепят из пластилина. Это все должно закладываться в семье, а потом уже в дошкольном заведении, развиваться, да, вот, конечно, больше смотрят мультфильмы, больше играют в компьютерные игры, и мы понимаем, к чему это ведет, да, вот именно игры с песком и водой, это обязательное условие, чем раньше, тем лучше, потому что мы видим, сейчас наблюдаем, что незрелость развития моторных функций, она, конечно, сказывается на формировании значимых навыков, элементарно, держать карандаш, держать ручку, и в учебной деятельности, то есть недоразвитость, вот такая, или неразвитость моторных функций, все это, конечно, будет отражаться негативно дальше на учебе, поэтому игры с песком и водой, они создают оптимальные условия для развития мелкой моторики, посредством снижения излишнего напряжения рук, они показаны как детям с нормальным развитием, так и детям с какими-то патологиями, да, то есть они всем полезны, игры с песком, это разнообразные виды движения, это самомассаж, это положительный эмоциональный фон, поэтому игры с песком обязательно, обязательно, как можно раньше мы их начинаем, и если уже вот так вот углубиться, кто-то влюбляется в этот песок и потом становится мастером и создает прекраснейшие произведения из песка, я сама была на такой выставке, это мировые выставки, например, у нас в Москве, в Коломенском ежегодно устраиваются выставки фигуры из песка, то есть люди, которые в детстве, мы же все родом из детства, которые в детстве заболели вот этим вот песком, они творят на протяжении всей своей жизни и создают эти гениальные шедевральные произведения из песка. И, кстати, очень интересно вот в этом Коломенском вообще приятно этот песок брать в руки и там есть возможность с посетителем подойти и просто самим тоже что-то попробовать слепить, да, то есть вот вы подошли и что-то попробовали слепить, сделали, это действительно очень позитивно сказывается вообще на состоянии, на эмоциональном состоянии человека. так, и, конечно же, вот мяч. Мяч, у каждого сейчас он дома есть, у нас есть массажные мячи, специальные, есть обычные мячи, а дальше это мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, да, по интересам, и 20 идей игр с мячом, да, это могут быть спокойные игры, на самом деле их гораздо больше и могут быть игры такие умеренные, а могут быть подвижные, да, здесь вот по цветам вы видите, да, спокойные, спеть песенку про мяч, сосчитать, наблюдать за тенью мяча, отстукивать ритм, как на барабане, сортировать по цвету, по размеру, по весу, да, спокойные игры, игры релакс, можно катать на машине, погружать в воду, крутить, прятать и искать, подвижные игры, катать с горки на горку, сбивать кегли, замечательная игра, кстати, вот как раз такие игры в лапту, да, дальше в гольф, пожалуйста, кидать в корзину, бросать друг другу с высоты, можно об стенку, об землю, попадать в цель, катать палкой и так далее, то есть игры с мячом, это всегда интересно, это всегда замечательно, и мы можем играть как дома, так и на улице, ну, а дальше уже, кто как полюбит, да, опять-таки, интересы могут быть разные, можно так влюбиться в мяч, и стать теннисистом, и увлекаться волейболом, баскетболом и футболом, но это любовь, прививаемая с детства. И, уважаемые коллеги, мне хотелось бы обратиться к словам известного педагога, гениального учителя Антона Семеновича Макаренко, он говорил, игра в жизни ребенка имеет такое же значение, как у взрослого, деятельность, работа, служба, каков ребенок в игре, таков он во многом будет в работе, когда вырастет, действительно, это так. Поэтому игра важна для ребенка дошкольного возраста, потому что это ведущий вид деятельности, но с игрой мы не расстаемся и в младшем школьном возрасте, и с игрой мы не расстаемся на протяжении всей нашей жизни. Такова природа человека. И, подводя итог нашему с вами сегодняшнему мультилогу, мне хотелось бы сделать следующее резюме. Таким образом, игра – это один из ведущих видов деятельности ребенка дошкольного возраста, который оказывает значительное влияние на его развитие, важнейшее влияние на его развитие. В игре формируется его мотивационно-потребностная сфера, осуществляется развитие творческого воображения, фантазии, памяти, речи и мышления, происходит его социализация. Игра имеет особое значение для развития рефлексивного мышления, то есть способности ребенка анализировать свои собственные действия, поступки, мотивы и соотносить их с общечеловеческими ценностями. А также с действиями, поступками, мотивами других людей. Умение рефлексировать, оно закладывается в детстве и оно необходимо нам на протяжении всей жизни. Умение рефлексировать. То есть если мы умеем это делать, то мы адекватны во взрослом возрасте. Игрушки представляют собой инструменты игры, способствующие социальной самоидентификации ребенка, познанию окружающего мира. Безусловно, игрушки в разную эпоху, они различны. И вот здесь, кстати, очень важно. Правильно покупать игрушки детям. Они должны быть со смыслом. Именно те игрушки, которые, может быть, он очень хочет. Или игрушки со смыслом. И, безусловно, мы учитываем еще и безопасность игрушки. Есть такие игры-игрушки, которые мы бы сами хотели получить в детстве, но по каким-либо причинам не получили, и до сих пор мечтаем о них. И хотим сыграть, может быть, в эту игру. И, может быть, будучи бабушками, дедушками, мы к этому придем, и осуществится наша мечта. Поэтому все, во что мы не доиграли в детстве, оно как бы откладывается. И эти желания остаются с нами. Игры отличаются в зависимости от культурно-исторической эпохи. И на примере автобиографических повестей, уважаемые коллеги, мы с вами это увидели. И на примере ассоциативного эксперимента мы тоже с вами это увидели. Ну что ж, коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я с удовольствием на них отвечу. Я благодарю вас за внимание. И мы с вами в скором времени встретимся на новом вебинаре. Благодарю вас. Хорошего дня. Спасибо.